На Сахалине 22 часа, но я знаю, что у многих сейчас день, поэтому и добрый день, и добрый вечер. Я рада быть сегодня на форуме Кейсов и представить проект, который относится к такому тренду предпринимательству, но не в общем понимании, а в плане понимания социального предпринимательства. То есть сегодня это уже такая не теория, а нормативно закрепленное понятие, и социальное предпринимательство, если говорить простыми словами, это то, когда прибыль граничит с еще одними такими важными понятиями, как социальная ответственность бизнеса и доброе сердце. Именно об этом я хочу сегодня вам рассказать, с вами поделиться нашим Кейсом. Но, наверное, хочу еще поделиться в начале представления Кейса еще одним таким трендом. То есть ни один проект сегодня предпринимательский невозможен без предпринимательского сообщества. И в этом году в реализации нашего проекта нам помогали предприниматели, с которыми мы вместе стояли на сцене. Нас пригласила компания Global Intellect Service на открытие регионов. Здесь вы видите снимок. Почему? Потому что мне бы хотелось показать это сообщество наших сахаринских предпринимателей, которые являются и экспертами в нашем проекте, и наставниками в нашем проекте. И сообщество на самом деле предпринимателей, это вот как показывали Кейсы и Эльвиры, и Сергея. То есть это возможность обмена информации, благодаря которому предприниматели от этого общения только усиливаются. Поэтому, конечно же, мне тоже вам хочется пожелать, чтобы сегодняшняя наша встреча помогла и вам усилить ваши проекты. Но сейчас мне бы хотелось представить наш проект, проект проориентационный. И он был учрежден три года назад фондом поддержки детей и подростков «Новое поколение». Президентом фонда является Молодцов Денис Олегович. Ему принадлежит эта идея. И за три года пройден очень большой путь. Итоги сегодня я с вами поделюсь, но, наверное, поделюсь радостью, потому что, наверное, очень важно в реализации таких вот проектов результаты и общественная оценка. Именно такой оценки в виде дипломов, в виде лауреатов. Мы стали лауреатами, победителями премии «Лучший социальный проект года 2020», победителями регионального этапа Всероссийского конкурса проекта в области социального предпринимательства. А также стали лауреатами дальневосточной общественной премии «Неравнодушный гражданин». И, наверное, это очень важно, потому что, когда ты сам создаешь проект, очень важно, чтобы и сообщества, для которого ты это делаешь, давали высокую оценку важности и нужности твоего проекта. Несколько слов о цели проекта и как мы его создавали. Когда задавали проект, мы выявили некую такую проблему, да, то есть что у нас состояло, что школьники 10-11 классов, более, наверное, 65-70% к моменту выпуска из школы не уверены до конца на 100%, о чем бы они хотели быть. И вот это, наверное, проблема, да, то есть выход в большой мир без четкого определения, а кто я, да, то есть в этом мире, эту задачу в первую очередь и был поставлен решить наш проект. Причем ребята, которые участвуют в проекте, в первую очередь была такая целевая группа, что ребята, которые хорошо учатся, но они из многодетных семей, имеют одного родителя. И задача проекта была через наставничество, через наставничество предпринимателей, каждый предприниматель у нас выступал наставником в определенной школе, показать ребятам большой мир возможностей, поделиться историей своего успеха, дать максимальную информацию для принятия первого шага, показать, что на самом деле в этом мире есть большое количество возможностей, научить ставить правильно цели, научить ставить правильно задачи и, безусловно, поддержать всех ребят в этом правильно сделанном выборе. Через встречи, через экскурсии, через наши платформы, которые были, у нас стартовало 4 платформы в этом году. Это предпринимательская, медицинская, строительная. И в этом году еще также к нам притеняется образовательная, это с нашим вузом, платформа, где ребята будут проходить прям отдельные встречи с очень узкими экспертами. И это очень здорово, потому что тем самым мы реализуем цели нашего проекта, даем ребятам как раз максимальную информацию по выбранным профессиям, причем экспертами у нас выступают и прокуратура, и эксперты торгово-промышленной палаты, причем из разных городов. У нас даже были международные эксперты. И присоединяется предприниматель, который становится наставниками. И бизнес-наставки, это, наверное, такая особая категория, которая дает возможность ученикам напрямую задавать вопросы руководителям успешных, успешных компаний среднего и крупного бизнеса, которые сами готовы поделиться своими знаниями, опытами, кейсами. И в итоге сформировать как раз у ребят вот ту картину мира, которая говорит, ребят, успех в ваших руках. Все зависит от вас, от ваших усилий, от ваших целей масштабных, которых вы ставите. И это очень здорово. Вы знаете, я хочу сейчас, потому что можно много говорить о проекте, о тех результатах, которые получают ребята, но я хочу включить вам одно видео, оно небольшое, буквально минуточку, одного из наших ребят. На самом деле я от мира возможностей ждал своего гранта и изначально надеялся только на это, действительно. Но два человека очень изменили мое отношение вообще к жизни. Это Инна Валерьевна Петренко, которой сейчас здесь нет. Она не является наставником, но она эксперт в своем деле и она очень интересный человек. А также Сергей Александрович, который является моим наставником, которому я безмерно благодарен. И я понял, что в этой жизни нужно стараться схватить как можно больше. Неважно, сможешь ли ты проглотировать кусок, но нужно кусать, нужно стремиться к этому. И я очень рад, что мне дали возможность реализовать себя, что мне показали, как нужно двигаться в этой жизни. На самом деле я от мира возможностей ждал своего гранта. Вот такой видео, вот такой видеоотзыв. На самом деле во время проекта мы получаем их очень много. Данный отзыв, он был записан в период, когда наставники во второй части реализации проекта обучали лучшим, самым активным ребятам гранты на подготовку к ЕГЭ. И эти гранты давали ребятам возможность увеличить свой средний балл по ЕГЭ на 35, а то 65 и 80%. Я считаю, что это такие вот очень сильные результаты. И для многих ребят это была действительно очень мощная такая вот база для подготовки к выходу в большой взрослый уже мир. Хочу поделиться результатами. Результатами за три года реализации проекта. Если в первом году у нас было 15 ребят, которые участвовали, и 5 финалистов, которые получили гранты, то в сезоне 2020-2021 года у нас уже было 300 ребят, которые приняли участие в проекте. 100 финалистов, ребята, которые получили гранты, и 88 экспертов и наставников. Это огромное количество. И вот здесь, как раз на этом этапе масштабирования, на этом этапе, когда проект вырос, у нас практически было 400 человек, с которыми были коммуникации постоянные, то есть это встречи, это ответы на запросы ребят, это выполнение домашних заданий. У нас стал вопрос о том, что нам нужно средства, нам нужна платформа, которая автоматизирует вот наши коммуникации, да, то есть обратную связь. И именно это решение мы нашли на платформе UDS. То есть здесь как раз мы нашли те инструменты, которые помогли автоматизировать нам наш проект. Я говорю о четырех инструментах, которые мы используем, но дальше я еще расскажу о других. Это мобильное приложение, программа лояльности, новости, акции и пуш-уведомления. Особенно пуш-уведомления, потому что с помощью них мы могли сообщать ребятам о ключевых новостях проекта и, безусловно, СРМ или управление и аналитика. Что было сделано? Мы всех ребят завели на платформу, и 234 школьника подключились. Причем мы реализацию подключения начали всего два месяца назад, то есть это выпускники нашего этого года, 234 школьника. И для ребят это было очень удобно, потому что все коммуникации были у них в телефоне. Были на одной платформе. Кроме этого, мы запустили рекомендации, попросили, чтобы ребята также рекомендовали проект не только своим одноклассникам, но и ребятам, которые учатся в младших классах, в десятых, в девятых. И уже сейчас у нас после реализации этого года закрытия проекта есть очень много заявок из разных районов. к нам присоединяются уже шесть новых районов, подключается город Хабаровск, подключается Дагестан. И проект в этом году масштабируется, поэтому вот очень своевременно, то есть сейчас, то есть вот этот процесс автоматизации прошел. Что еще мы использовали на платформе ЕДС? Это новости проекта. Новости проекта мы размещали у встречи с наставниками, встречи с экспертами. Причем все встречи мы записываем и выкладываем на канале YouTube нашего проекта. И вот для того, чтобы у ребят, которые из отдаленных районов, или кто не смог попасть по каким-то причинам болезни, коронавируса, не смог попасть на эту встречу, у них была возможность через, прочитав новость, перейти на канал и посмотреть видеозапись этой встречи. То есть вот такая возможность принять участие онлайн. Кроме этого, мы, безусловно, по максимуму используем пуш-рассылку новостей. 8 раз в месяц. Вот одна из последних, то, что вы сейчас видите на экране, это мы информировали о летнем запуске курса «Молодой предприниматель», где наши наставники, эксперты рассказывали ребятам, как сделать первые шаги в предпринимательстве. И, безусловно, мы дарим подарки, которым ребята радуются, и радуются новым возможностям. Мы дарим подарки от наших партнеров, а в завершении проекта этого года мы сделали вот такой вот подарок. Товары за баллы. И предложили ребятам воспользоваться замечательной возможностью получить консультацию не от своего наставника, не от наставника, который был у них в школе, а от любого наставника в проекте. Часовую консультацию по любым вопросам за баллы. Вот такой подарок мы сделали ребятам, в том числе и в завершении проекта. Кроме этого, безусловно, поскольку проект благотворительный, то финансирование данного проекта у нас складывается и из грантовой поддержки, и из семинаров обучающих, которые мы проводим. И вот один из них, да, то есть это товар, который мы ввели, это курсы по обучению с корритерингу. Причем ребята-участники нашего проекта могут за счет своих баллов получить эти курсы бесплатно. Ребята, которые подключаются по рекомендациям или которым интересна платформа, они могут оплатить и получить новую такую вот компетенцию, научиться современному методу введения инстаграма, ну, непосредственно старритерингу. Как одна из мер, да, привлечения партнеров, привлечения партнеров в проекте. Кто, может быть, еще не готов участвовать, кто не готов быть наставником, но кому откликается идея вот такого вот профориентационного проекта, вот такой помощи нашим будущим выпускникам, мы им сделали карточку о поддержке проекта. И принимаем помощь, принимаем поддержку. Вот, то есть для нас этот инструмент, то есть он дает возможность получить, масштабировать проект регионов, потому что проект вот сейчас очень сильно разрастается. А теперь поговорим о цифрах. То есть какой экономический эффект мы посчитали, получили сейчас уже от внедрения в EDS? Ну, первое, да, если бы мы приобретали все средства коммуникации для автоматизации наших процессов, то, конечно, нам пришлось создавать сайт, это бы нам вышло в 20 тысяч рублей, свое мобильное приложение по 900 тысяч рублей и выше, внедрение в CRM-системы 25 тысяч рублей, ну и выпуск карт участникам для того, чтобы можно было идентифицировать ребят, их много, да, то есть нам нужно было с ними общаться по именам, это 12 тысяч рублей. Итого 957 тысяч рублей – это и только единовременные затраты на запуск нашего проекта, на автоматизацию проекта, но кроме этого мы посчитали годовые затраты, да, то есть рассылка по коммуникациям, пуш-сообщений в месяц, ну или, скажем так, СМС-сообщений, то есть это более 480 тысяч рублей. Безусловно, техническая поддержка нужна для поддержки работы сайта, выкладки новостей, и это 180 тысяч рублей в год. Техподдержка мобильного, приложение 240 тысяч, CRM-система обслуживания и оплата за одного пользования в год 60 тысяч рублей, ну и выпуск карт участникам новых проектов, то есть мы планируем, что сейчас в сентябре запуском нового учебного сезона, у нас проект из года в год, да, то есть цикл из 9 месяцев, это 30 тысяч рублей на выпуск карт для наших участников. Итого 990 тысяч рублей – это текущие годовые затраты проекта. Цифры для благотворительного проекта, конечно же, очень серьезные, но мы эти цифры не заплатили и получили общий экономический эффект экономии. Миллион девятьсот сорок семь тысяч – это экономия от нашего решения, которое мы сделали два месяца назад, а именно подключились к IT, современной платформе UDS. И, безусловно, эти суммы мы можем направить на масштабирование проектов региона, на гранты подготовки у школьников к ЕГЭ. Значит, количество тех добрых дел, да, то есть тех наставников, школьников, которым может быть оказана помощь, она будет, конечно же, больше. Поэтому это результаты, к которым мы подойдем уже сейчас, вступаем в новый учебный год буквально через несколько недель. Ну и о планах проекта. Безусловно, мы хотим, чтобы проект развивался. Он каждый год делает большие шаги благодаря нашим партнерам, которые поддерживают информационно, которые поддерживают идеями, которые поддерживают своими предложениями. Один из наших партнеров, я хочу сказать, торгово-промышленная палата Сахалинской области, которая предложила еще один интересный вариант. То есть ребята, которые поступают в вузы в других регионах, они смогут получить наставников в торгово-промышленной палате того региона и начинать проходить практику, устраиваться на работу через наших наставников, но уже новых, да, из торгово-промышленной палаты. Ну и кроме этого, да, время, я вижу, я завершаю. Ну и кроме этого, я тоже хочу сегодня подарить нашим слушателям подарок. Это подарок еще от одного нашего проекта, это от Академии бизнес-нашествия. Тысяча баллов. Скриншот вы видите на экране, вы можете по данному скриншоту получить этот подарок. И этот же подарок получают наши выпускники. И наши выпускники, обучаясь в вузе, могут благодаря Академии бизнес-нашествия, которую мы делаем с нашими партнерами, получить еще одну возможность. Получить дополнительную профессию по современным IT-специальностям и получить сертификат государственного образца. Ну вот, наверное, это так вот кратко все, да, то есть о том большом проекте, о том опыте, благодарительной деятельности, которую делает проект «Мир возможностей». На экране вы видите мои контактные данные. Пожалуйста, готовьтесь к вам. Если кому-то откликнулась идея, да, то есть сейчас у нас присутствуют предприниматели, и кто-то сейчас вот так и думает, да я бы тоже хотелось быть наставником. И я тоже хочу, чтобы у меня в регионе был подобный проект. Пожалуйста, пишите, с удовольствием пообщаюсь. Я, конечно же, буду рада, что если сегодня, после какой-то замечательной встречи с предпринимателями, да, у нас появится больше предпринимателей, которые станут социально ответственными и будут в своем регионе растить вот такую вот смену молодой, активную, работать с молодежью. Поверьте, это огромное количество очень ярких таких, очень чистых эмоций, которые, наверное, может быть где-то в бизнесе, но он так не хватает. Да, подписывайтесь на Ольгу, задавайте вопросы в личку.